Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Это я настоял, чтобы прошла беседа. К нам приехал Роман Малыш. И вот я хотел наказы дать, потому что ты сегодня намереваешься в Потеряевку уехать на своей грузовой машине. С чем ты там привез, я не знаю. Ну, ясно дело, что я слышал от тебя когда-то, что у тебя там даже сварочный аппарат вроде был. Если ты не продал, то у тебя весь инструмент. Мне это, как говорят, импонирует, нравится. Ну, а дальше будет видно. Необычность в том, что мы одиноким, когда ни с кем он не приезжает отдельно, то не давали разрешения быть. Но потом приняли решение разрешать в отдельном домике. У нас здесь есть молодые ребята, если уже хорошо проверенные, знаем. А ты принял крещение, принял в этом году, мы тебя знаем. Ну, батюшка говорит, ну, один. Он с тобой разговаривал, как будто бы. Жена не едет. Там мать не едет, то другое. Но если так разобраться по вере в Бога, то они поступают неправильно. Муж, глава, иголка туда и нитка. Но и нитка с узлами, на ней навязали уже своих вопросов. И поэтому, что ты один там сделаешь, как ты построишься, это будет почти невозможно. Но у нас есть, который строится один. Не получилось с одним домом, там, претензия на землю. Я его перекупил, домик этот у него. Он нынче начал строиться там и уже почти построился. Небольшой домик-то. Но он один делает. Один-то один, но ему помогает отец с матерью. Здесь его братовья, и он не один. У нас, ну, когда-то что-то заливает где-то. Можно нанять сегодня все. И рабочих. Поэтому, вот, ты в этом вопросе, как один приехал, и как бы заранее посадочную площадку готовишь для другого вертолета, что могут приехать жена, сын там, и мать, все подготовить. Жить тебе сейчас есть где. Я тебе дал там домик где-то. В этом домике, второй домик, ребята весной могут подремонтировать. Никакого, там ремонтировать нечего, щели заткнуть. И приготовить, где принимать детей, в гости пригласить. Как у нас порядок такой, что кто приезжает, если разрешили. Разрешили. Тебе разрешил только я. Ну, я там считаюсь как не Потеряевский, но принято было постановление, все это официально проголосовали. Почетный член Потеряевки. С правом голоса. И соберутся они там, напишешь заявление, покажут, какая форма. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет на первом месте. Пять качеств. И чтобы были свои средства. А средства есть, неоговоренно. Один ты, не один. Ничего этого нету. Кто-то, который ничего не знает, там приедет, или другой, который все может, любое дело. Кусок хлеба можно заработать около Игоря, Барабаша, там помогать ему и прочее. Вот наказ мой такой, порядок такой, с батюшкой. Главное, там батюшка и староста. Потому что у староста все есть, и машина, у Игоря Барабаша, Игоря Александровича. Ну, а батюшка священник, и основатель. Основатель везде пишут. Вот, я там как-то, вот, моя там работа потом началась. Первый, это батюшка приехал. У меня было только об этом разговор в газетах. Писал письма, отвечал. А вот именно конкретно, первый домик батюшка поставил. Батюшка, не я. Ну, везде, везде, в газетах все пишут, что я. Ну, да, идея-то была моя. Я об этом писал еще за несколько лет, до начала, до 91-го года. Ну, вот так получилось. Что потеряевка была основана. В порядке устав не меняется, но добавки даются. Что одиноким разрешено. Просто одинокий, не имелось в виду, что жена не поехала. Тоже мы не обговорили. Вот почему закон составлять очень непросто. Это надо все предусмотреть. Вот у нас по общине уже был опыт, и который в устав 16 правил написали, а потом мы дополнительно рядом на стенке висим, дополнительное решение. Не заносить там целлофановое, чтобы не шумели. Не переходить с места на место. За 7 минут до богослужения все должны зайти, и полное абсолютное молчание без движения. Кто-то бывает шаг один не сделал, уже к порогу подходит. Рукой я стою в дверях. Так все, встанем для молитвы или на молитву. Потом добавили, почему дело показало. Так и здесь. Ты приходишь уже на оформившийся устав. Если ты уже затраж, ты произвел здесь, купил машину, что-то ты вывезешь, а уезжай отсюда, что-то и оставишь, если у тебя не заладится. Просьба не молодушествовать. Покажи пример. У нас вот тут есть, с Новосибирска он принял крещение, а жена, он хотел, прямо хотел, все просмотрел, хочу. Жена не идет, и все. Мать приняла крещение из баптистов. А жена не приняла, и поэтому он не поехал. А как правильно? Ну, как правильно? Вариантов-то несколько. Если они не слушаются, муж не должен по ей делать-то, по прихоти их. Это самое последнее дело для мужа быть подкаблучим. Вот твое слово твердое. У тебя средства есть, и ты знаешь, как. А она не едет, это абсолютно неверно. Она должна была поехать, но она не едет. И что делать? Молить себе другого у тебя, у тебя нет никаких рычагов. Если бы это был государственный закон, муж переезжает, обязанно. Ее бы сейчас арестовали, наручники надели и привезли. Ну, какой это работник или что-то. Только любовью. Любовью тебе ничего не остается больше. Ни одного грубого слова, или сильно строгого. Ты уже все переговорил. Кто-то, может быть, товарищ вот такой, как сейчас был Вячеслав, может быть, пожелает приехать. Ну, конечно, не табакур и пьяница. Вот, я хотел дать тебе наказы. Потом начну спрашивать. Наказы. У нас есть такое выражение, не горды бачить. Или не возникать. Есть такое грубоватое слово у заключенных. Говорит, не залупайся. Это во всем гулаге. Почему? Ну, сказали на тебе, нет, но в ответ что-то надо. А это жена, особенно бывает, это. И я не умерла. Если человек ни одного слова не может выдержать, и все, ему прорывается из него. Но я не хочу, он говорит, на полсловия перерывает и лезет дальше. Ясное дело, свое я не умерло. Оно фонтанирует. И послушание, и потом самооправдание, и обвинение другого. Если самооправдание, то вина-то была. Явное дело, что недостаток был. Авария, там, пожар. Ну, виноват он. Но если он говорит, не я, теперь надо найти, кто он. Обязательно палец у него вот так вот. Я дерьмо, но виноват ты. Чтобы этого не было. Виноват? Ну, не осознал еще, что виноват. Промолчи. Ну, у нас этого нету в деревне, так, чтобы... Ну, виноват. Виноват. Где ты там? Никуда. Зола, это в определенное место. Обкопанная яма. Нигде сухих растений. Понятно, пожарная безопасность. Высыпать туда не горячее. Там где-то, ну, смотреть не так. А то у нас в этом доме были, выйдешь, там, туалет сожжен. Ничего сами сделали. Гвоздя не забили, а туалет уже сожгли. Прогорел. А что? Надо вынести золу горячую. И не куда-то, а именно к туалету. Она далеко метров на 30, туалет. Зачем туда несли, непонятно. Когда рядом, ну, в любом месте тут трава, где растет. Расчистил место. Прочее. Вот мы здесь, Рыжковский, то пруд северный. Зола нынче. Там все это сделали. И там поехали проверить. А там были охотники. И видно, утку убили. И хорошие охотники. Ничего не навредили. Они могли бы ломать. Там лежали наши палки какие-то сухие. Они взяли ими. А тут обкопали все. Пластами обложили. Где у них костерок был. И видно, что стоят рогульки. Там видно, висело что-то. Варили. И которая не догорела, шаяла. А там бульдозер как брал. Там вырыто все это. И они туда, где глина лежит. Там не загорит. И видно, туда бросили. А то обычно там наши лежат. Там где-то могут и скамейку оторвать. Жечь и что угодно. То есть надо на все смотреть перед Богом. Мы ходим перед Богом. Я почему-то к тебе отношусь с доверием. Ты был здесь. Я тебя видел. Переписывались. И я не ожидаю конфликтных ситуаций. У нас искусственно их не создают. Тем более людей мало. Если сказать так. Есть там такие, которые... Он бы давно уехал. Тот человек, который еще там есть. Но из-за жены остается пока. И он везде висит негатив какой-то. Тебе будет сказано. И ты это увидишь. Лишний раз туда. И вообще не заходить. Не надо. Где-то встретиться. Совершенно не расположены. И детей насторожает против. Кто такой? Добрый день. Никого не видать. Ни фамилии, ни имени. Сейчас, сейчас я вам объясню, кто я. Сначала покажите. Покажите себя сначала. Чтобы видно было. Вот я ищу, 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 ищу. Так, как же мне выйти? О! Так, давайте договоримся. Ага, зашли, да? Сейчас не видно. Зашли, да? Нет, нет, не видно. Опять погасло все. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы не с телефона? Я с телефона, да, с телефона. Ну вот это с телефона плохо. Подожди, сейчас, 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 сейчас. Так, как же мне вытянуло? Вот, о, сейчас. Всё гаснет. Плохо у вас. Знаете что, вы можете зайти через 25 минут? Через 20 минут? Игнатий Тихонович, как у вас телефон? Или как у вас есть по коду? Вы как? Я вам звоню с Америки, знаете? Так, понял я. Но вот вы сейчас зашли, вы за это время могли бы где-то посмотреть, чтобы... Ну всё, это опять выключилось. Что, чтобы... Вы слышите меня? Да-да-да-да-да. Зайти с хорошего компьютера, чтобы было. А он не включается здесь, видите, непрерывно вырубается. Это не пойдёт такая запись. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы знаете это? Да-да-да, я знаю, я всё... Вы не против? Опять всё исчезло. Вы не против? Алло, вам не слышно? Видишь как? Ничего нет, это нет. В Америке. Надо, чтобы он где-то нашёл хороший компьютер и с него зашёл. Вам не слышно? Никак не идёт. Видите, как вот... Всё-таки стационар, когда процессор у меня сравнивать не приходится. И поэтому нынче я уезжал, процессор забрал. Так, вам слышно, нет? Нет, не слышно ни слова у вас. Совершенно не пригожий у вас этот аппарат. Как-то дать ему... Как-то вытащить или что-то, как она не выдаёт. Не слышно ни слова. Ни слова не слышно. Не слышно ничего. Вы постарайтесь найти где-то там, чтобы позвонить через 25 минут примерно. Всё, пока. Отключайтесь. Если слышите, отключитесь и тогда пищите. У нас тут запись идёт. Так. Продолжение следует... ошибка и 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 ничего нет. Поэтому стесненность насчет этого. Если бы был кто-то такой, имел связь, чтобы деревня быстро начала строиться, то можно было бы Крышковскому пруду, это идеальное место, большой пруд, рядом рыба там, ну и прочее. И если бы, как говорится, где деревня, последний дом стоял, ну туда не поедешь, электричество туда не проведешь, это далеко. Это три раза больше надо столбов во всей нашей деревне сегодня. Это невозможно, даже не в три, а в пятый раз больше, примерно. Это никак. Поэтому самое простое от Иосифа. От Иосифа тут сколько столба там, три поставить, это можно где-то найти. Потому что деревенские столбы, они нигде ни на ком не стоят, это наша была. Вот новые, которые поставили, большие бетонные, они не приедут из-за двух столбов. Тут все это надо думать, или могли бы туда провести. Батюшка, старосты, все это решаются, собирают собрания, но главное это батюшка и староста. Потому что старосты, он единственный фермер, а остальные живут только своим хозяйством. Остальные тут пенсионеры, да и зимой там половины нету, уезжают в город. Это серьезно. Мы не знаем от кого, где, когда стронятся. Остальных-то что-то не хватает. По нравственному, по божественному, тут все уже переговорено не на один ряд. Компьютер там работает, работает. У Виктора Николаевича там данные самые такие. Он там, у кого компьютер, это у староста опять же, и у Виктора. Ну и другие там напротив работают. Ты сам себе, хозяин, там тарелку покупают. Увидишь, как Виктора. Все надо спрашивать, что надо купить. Я вот заботился о тех, кто будет приезжать заранее. Заботился о столбах, о столб привязать на бетонные пасынок, бетонные пасынки я там. А эти, которые ребята строили, они нет. На линии заменяли провода, столбы-то. Ну а это сбрасывали-то. Ну они оттуда тащили их себе, и на каждом столбу там 12 этих фарфоровых изоляторов. Они их дома там сложили, начали железо, и топором обухом разбивали. Я говорю, вы что делаете? Новые люди приедут, где они? А им это раз. И под фундамент себе заливали эти пасынки, клали и заливали туда. Я воевал сколько. То есть, ну которые делали, они не живут здесь. А их и нету здесь. А они делали, там теща помогала или кому-то и прочее. Я все время думал, даже каждый изолятор берегу. Столбы отдельные держал, подкладки делал, пасынки. Пасынки можно там найти. Каждый столб, чтобы он был привязан на железобетонные пасынки. Нету ничего. Я ему написал, он и считал, наверное. Вам не слышно? Слышно. Вас не видно, только я вижу губы шевеляться. Вы найдите, откуда позвонить. Это не пойдет, этот разговор. Хорошо. Пожалуйста. Я внизу вам уже скинул материал и написал там. Только сначала, как выходить на меня, напишите. Тут у меня звук издастся, я тогда посмотрю, как я свободен или нет. Посмотрите. Все доброе. Ага. Хорошо. Хотя бы на секунду я вас задержу. На секунду сможете? Ну, секунда прошла уже. Давайте дальше. Я верующий в Господа, верую в Слово Божие, Евангелие и Ветхий Завет, знаете? Да. Вот. Я звоню с Америки. А был в Советском Союзе, там был немного гоним. И я здесь приехал сюда, здесь в Америке, вот. И остаюсь, как говорится, по милости Господней, по слову верующего в Господа, знаете? Ну, если так говорите, долго объясняйте, это значит не православный. Православный сразу называется. Я православный. Вот тут легко определять. А это я христианин, я верую. Ну, почему прямо не назвать? Какой ты религиозной организации принадлежишь? Чтобы открыто разговаривать. Почему православный-то не боится этого? И баптисты себя называют баптистами. Ну, вот так получилось, что Господь меня привел через пятидесятников. Вот это и оно. Я заранее вам сказал это. А вот до баптистов дальше играли уже не. Все скрывают себя. Хорошо, пятидесятников. Для меня это духовная родина. Я там обратился. Евангелие получил. Вот. А это самое... Оставил я свою веру. Оставил мусульманскую веру. Оставил Садан. Вот. Принял Евангелие. Новый завет, ветхий завет нашего Господа Иисуса Христа. Вот. И поэтому хотел я с вами... Не то, что я считаю себя каким-то духовным или что, но, по милости Господне, на святейшей вере стараюсь верить Евангелию и Библию, ветхий завет. Вы знаете? Ну да. Но без нового-то завета никак. Конечно, Евангелие, Новый завет. Мы просто называем Святая Библия. Не подчеркиваю, ветхий и Новый. Это два крыла одной птицы. Ну да, да. Что я хотел сказать, что обои слова Божие, допустим, ветхий завет или Евангелие, это слова Господа, которые исходящие из уст его. Вы согласны, да? Ну а вы что называете отдельный Евангелие? Вы имеете в виду Новый завет или Новый завет целиком не принимаете? Полностью принимаю Евангелие, Новый завет и полностью принимаю ветхий завет нашего Господа. Это обои, обои, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Да. Слова Господа. Духа Святого. Духа Святого написано. Все Писание Бога удовлетворенно. И писали вы святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Безусловно, да. Но я вот в вашем, где там, Петеряевке, это я смотрел, там написано, что в начале было слово. Правильно? Да. В слово все, что есть в слово. Это в Барнауле. А почему? Мне исполнилось 50 лет, как я обратился к Богу через Евангелие. И поэтому от меня не зависело, и там кто-то собрались люди, меня даже не было, они написали, в начале было слово. То есть для общины образования как раз через слово было. И вот они это сделали и отметили. Это не в Петеряевке, это в Барнауле здесь. Ну да, я это не знаю. Ну я поясняю, чтобы другим было это. А то скажут, скрывает и что-то. Ага. И это самое, Игнатий Тихонович, я хотел, не то, что я хотел, я не хочу свое я выдворять, потому что мое я, это моя праведность, которая как запачканная одежда. И я стараюсь верою Господа покориться в вере Господней, в праведности Господней. Вы поняли, да? Да, да. Аллилуйя. Да, это раз. И поэтому никогда свое я, допустим, я вот 30 лет служу Господу, я вот приехал в Америку, это ни в коем случае, потому что моя праведность. Все, Господь. Это правильно сказал. Да. Да. Так, вопрос-то все. Да, я... Я еще сразу спрошу. Сразу еще раз повторите, что вы не против, что у нас записывается, выставляется разговор в интернет. Вы не против? Безусловно, нет. Ну все, на будущее, чтобы не было претензий. Мы же ничего не скрываем. Пожалуйста. Ни в коем случае. Здесь, знаете что, как получается, что вот я вот прослушал у вас, вот ваши ролики все, да? Конечно, во многом вы так стараетесь по Слову Божию говорить, а в другом смысле у вас как бы свое есть добавление. Знаете, не то, что я хочу судить, я исследую, не я веду, а Господь дал по вере исследовать по Слову Божию всякого человека, кто бы он ни был, знаете? Ну да, ну вот сразу скажите, где по-своему-то, где вопреки Евангелиям? Мне это нужно знать, чтобы не погибнуть. Сразу и давайте скажите, где, в каком моменте... Вот примерно по Слову вы не освещаете. Вот Священное Писание говорит, что если кто скажет, что он без греха, тот лжец, и Слову Господне нет у него. А я, не я, а Господь мне открыл, что да, я согрешающий человек, моя праведность, как запачканная одежда. Я должен покориться праведности Господней, я должен покориться словам Господним. Вот тема такая. У нас молитвы, все об этом и есть. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Что я грешный, мы на каждой молитве повторяем многократно. Господи, помилуй 40 раз даже, по щеткам. Так что к православным уже никак нельзя это обратить, что не признают себя грешным. У нас все построено именно на этом, на супергрешном. И должно исповедание быть, вы сами знаете, я просто вам напоминаю. Да, конечно. И должно быть любовь. А любовь в чем заключается, как вы думаете? А в том, чтобы, как говорится, хотите, чтобы к вам относились, и так вы к ним относитесь. Заботьтесь о спасении ближнего. Любовь заключается в исполнении заповеди. Люби Бога, люби ближнего. В этом все, Павел говорит, все для человека. Вот смотрите, Христос сказал, вы, друзья мои. А потом что добавляет? Если исполняете заповеди. Значит, если исполняете слово. А если я не исполняю слово, согрешаю, не исповедую грехи, примерно вот я за себя говорю, то я не друг нашего Господа Иисуса Христа. У нас есть исповедь перед причастием. И мы исповедуем все. А православных тоже это нельзя сказать, что не исповедуют. И исповедуют самое тайное, самое сокровенное, даже помышления свои. Православным как раз вот это выполнено. Другого не знают, Библию не изучают, не знают. Но вот все я грешный, и исповедовать себя надо на высочайшем уровне у православных. И при том добавки, если вы что-то имеете в виду, то это не добавки. Это толкование. Бог поставил, говорит, апостолами и третьих учителями. Иоанн Затауст, Василий Великий, мы берем оттуда, Блаженов и Апилакта. А вот если я что-то свое, и вопреки слова, вы мне сейчас скажите. Я буду рад. Но вы говорите, что у вас любовь заключается в том, чтобы, как вы хотите, поступали с вами люди, вы поступаете. Обязательно. В этом и проявляется, что я люблю, говорит, ближнего, как самого себя, как. А как ты самого себя, если не любишь, ты и ближнего не можешь любить. Я спасен, и я другому должен возвестить Евангелие, проповедовать, что голгопская жертва Христа достаточна, чтобы омыть грехи любого грешника, как Павел говорит. У нас община благовестническая. Мы с благовестием проехали от порта Находки Владивостока до Лиссабона. Я в Америке сколько ездил, везде благовестовал. И в Вашингтоне, и по голосу Америки. Поэтому мы благодарны Богу, что наша община необычная, благовестническая. Везде. Игнат Тихонович, Вы говорите, вот я прошел Лиссабон, там все. Но надо же, надо понимать о том, что Господь словом Вам дал силой пройти все это. Да мы это говорим на каждом шагу, к этому нельзя привязать это. Павел говорит, перечисляет, что он сделал, но впроще меня, ну благодать Божия. Я в каждом слове это вплетаю. Но это просто привязывается. Ну проехал, ни я не могу, что слово я-то бояться-то. Апостол Павел постоянно говорит, я более всех подрудился, более в посте, более в молитве. Я об этом не говорю. Но мы сделали что? Если ничего не делали, а почему не сказали, что делали? Мы говорим, я не теоретик, практик. И показываю. Ну преступность в России буквально захлестывает все. Ну и что? Ничего. Я работаю в тюрьме. Ну не ты работаешь, я. Я не боюсь этого слова. Почему? Я там 17 лет бесплатно отдал. Иду по камерам, по смертникам. Люди ничего не знают. Не знают, надо проповедовать. Я преподаю в пяти университетах. Десятка школ. Три радиопрограммы веду. Работаю заключенные с милицией, с прокуратурой, с КГБ. О ком я буду говорить? С воинскими частями. У меня востребованность выше не заносит. Это благодать Божия. Это не мое. Ну вот дети беспризорников. Три с половиной миллиона в России болтаются. Что сделали? Ничего. Конкретно образую лагерь. Вам слышно? Да, 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 да. Лагерь. 45 лет. Без помощи государства. Что я буду сказать? Ты? Чего бояться от этого-то? Мы город на вершине горы. Нам не скрыться. Но это благодать. Какие нападки. Как преследование. Нынче какой распотребнадзор был. Давили нас. Но мы выстояли и говорим благодать. За нас молились везде и всюду. Во всех странах буквально. И православные, и мусульмане, и сектанты, и пиесятники. Все молились за нас. Почему? Дело наше не в углу совершалось. И поэтому эта благодать сделала так. Что всех людей подвигло на помощь. Даже баптисты за нас молились в Великобритании. Стоят и крестятся. И дети молятся об успешном окончании нашей миссионерской поездки. Так что к православным в другом претензии. Что не проповедуют. Что священники не учат Слову Божию, как должно. Не совершают правильное таинство. Крещение. Там один лоб помочат и все. Это действительно так. Я об этом много говорю. Не только говорю. Мы стараемся это делать. Заброшенная земля. 21 тысяча сел разрушено. Ну что, разговариваю-то. Мы конкретно взяли землю, получили статус, строим деревню. В любом деле практика. Одно дело вера, другое дело дело. Чтоб соединено было. А что грешен, мы грешен. У нас все молитвы на этом построены. Мы не баптисты, не пиесятники. Те уже спасенные. Все, в раю будут. А мы не знаем. Мы спасены в надежде. Так, вас как звать-то? Мне зовут Имаш. Имаш. А что? И? Ну я понял. Имаш. Это вы крещение принимали? Да, я принимал крещение. А какое вам имя? Имя какое дали вам? Мне вот имя... Я сам по национальности казах. Вы знаете казах? Ну казах. Еще у нас казашка на днях обратилась. И крестилась всей семьей своей. Имя была там Рахман там. А теперь она Рахиль. В крещении дается христианское имя. Прежнее не может быть. Во имя Магомета не могут назвать. Во имя какого святого вы названы, я спрашиваю? Ну, я сказал, я крестился во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мне другое имя не надо. И вот мое плотское имя, Имаш. Вот и все. Больше нету. Это так, так, так у нас крещение. А как его фамилия моя? Телеушов. Телеушов. Мой телефон 971-235-8719. Я никому не звоню. У меня денег нет. Ну да, 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 да. Ну что, вот. Я здесь живу в Америке, работаю на больших машинах. Вот эти вот самые, как сказать, дальнебойщики, знаете. Фуры, фуры. Перевозят. Фуры, да. Фуры. По-американски называют раки, знаете. Ну да, я в Лос-Анджелесе долго был, ездил по всей Америке как раз. А он, кто ездил, Орлов, он теперь митрополит. Ага. Ну, как вы думаете, вот члены церкви бывают, впадают в грех? Правильно? Потому что мы много согрешаем. Так и написано. Вот. Что мы все согрешили и лишены славы Божией. Так ведь? Не так ведь, а по слову. Вот. А есть исповедание. В любовь, значит... То есть, извиняюсь, любовь, по слову Божию, это прощение человека. Если человек приходит, открывает грех, исповедует, говорит, вот моя вина. Вот это моя вина перед Господом. И служители должны прощать. Так, подождите, Маш, вы говорили у вас одна секунда. Вы найдите, где у вас хороший компьютер, чтобы можно было поговорить отдельно. Обязательно, если мы это... Это у нас все... Вы сейчас, понимаете, мы тут не выключили, идет запись, это войдет в другую запись у меня. Только разговор один. Вы постарайтесь где-то найти. У вас коротко... Вы зашли-то ко мне с какой целью? Это что? Именно сказать, чтобы я назывался грешником? Я говорю, я грешный, многогрешный, супергрешный. Ну и все кончилось. Я каждый день исповедуюсь, причащаемся. Не то, что я это самое... Просто зашел почему? Потому что было, по слову Господня, побуждение о том, чтобы... Ну, как бы сказать, не то, что я возвышаюсь перед вами, не это самое... Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Ну, это ладно, дальше-то у вас главное... Буквально в одном предложении выразите смысл вашего прихода какой? Приходим в такой, чтобы, как бы сказать... То есть вы хотите, чтобы я не пойди поспасся? Я понял, как по-хорошему, так? Вас поправить по слову. Вот, то есть вы хотите поправить. Поэтому зайдите, пожалуйста, в компьютер, чтобы было видно. И там уже будем выправляться. Все хорошо. С Господом. Да благословит вас Господь. И вас да благословит Господь. И до свидания. До свидания, да. Вот, что я могу сказать? Любовь. Вот, представь себе, зачем бы он заходил, и он хочет, чтобы все было пред Господом. Где-то не так. Ну, может быть, и мне ему удастся что-то сказать. Ему, его я не знаю, ему ничего не могу пожелать. Кроме того, что был в церкви. Скажут, какой? Ну, православный, конечно. Вот, ходить на исповедь. Ишиме не заменили. И сразу показано уже, и так, что благослови Господи. Но он заботится обо мне. Я возьму пока без всяких этих тайных, что там, мыслей. Это здорово. Я опять же могу сказать, как, что, Дмитрию, там, Смирнову или какому-то священнику будут звонить с Америки с сектантой, желая, чтобы он спасся. То есть, в самом большом смысле, чтобы я стал такой, как он. И, значит, зачем? То есть, я стал пятидесятником. А пятидесятников их, 50 умножить на 50, столько толков и харизматов. То есть, я был такой, как он. Ну, я уже, как бы, я с людьми-то знаю, с 50-ти с лишним лет миссионерствую. Со всеми с ней. Казахов много видал и вял им печи. Обычай их знаю. Практику проходил в Лениногорске с казахами. Вот. Я благодарю Бога, что он зашел. Дальше будет видно. Но теперь речь идет о наказах тебе. Вот мой наказ. Будь настоящим христианином, коротко сказать. Где-то не так. Кто-то сказал, нигде не спорь. Ты, если думаешь, что я спорю, а вот заядлый спорщик. Я как раз не спорю. Я возвещаю истину. Спорит, кто ничего не знает. Я сказал выражение. Один тогда вот. Я возьму себе на заметку. Я говорю, спорит, кто-то ничего не знает. А знающий возвещает. Написано, спорили со Христом. Спорили с учениками Христовыми. Но они не спорили. Моя задача тебе сказать. Главный наказ. Будь настоящим христианином. Теперь в более подробном виде. Какой? В работе везде советуйся с батюшкой. Советуйся. И там, ну, который тебе так более не занят. И больше это Виктор Николаевич. Очень хороший парень. Благовестник. С нами ездил парень. Мужчина. Теперь дом у него есть. Сейчас можно у него даже зимой быть. Я наказываю. Отдельно там не жги топливо. Да и зачем тебе там одному быть? Не поговорить, ничего. А тут все натоплено. У него теплая там льгота какая-то. От электричества топят. Поставили. Подвели. Все надо. Ну, то есть, там даже можно ни на разу не ночевать сразу. Я ему написал, чтобы тебя принял. Там и койка есть. Но свои простыни. Что у тебя есть. Какая одежда там. Матрасы там можешь принять, чтобы не быть в тягости. Ну, а за еду там что есть. Что нужно. Он знает, где взять на Лабазе. Я тебе могу дать крупы, макароны, сахар. Сахар. Это немаловажно. Мука, хлеб свой есть. Воду у Виктора колодец рядом есть. Ну, и что там еще такое есть. Горох. Там у Вити есть свой. У меня в контейнерах все упаковками. У меня запас там на несколько лет. Ну, я тебе просто сказал так. Ну, вот наказы какие там. Хорошо ознакомься с уставом деревни, чтобы не нарушать. У тебя есть. Тебе понятно это? Я тебе говорю, как человеку, с которым уже знаком. У нас между нами, говорит, в мире, говорит, черная кошка не пробегала. Нет ничего такого. Батюшка, конечно, он на стороже один. Один. Что он один сделает? Почему? Ну, и это. А я спокойно к этому отношусь один. Это в мире нашем, когда жены не привычны к покорности, к послушанию мужу, ничего особенного нет. Даже не вижу особенного, ничего нет. И твой поступок идет, я считаю, именно правильным. Батюшка-то может считать неправильным. Один, куда. А я вижу, только не охладей. Не охладей, закладывай настоящий сад тебе. Весной придется работать, чтобы у тебя было все. Здесь все растет. Вот. Ну, я тебе сказал, что если бы рядом лес был, у тебя там и виноград, и... Ну, может быть, и там теперь уже изменено. Тут от леса недалеко. Весной главное, чтобы у тебя все было спахано. В огороде картошка обязательно прополоть. Спать не придется. У нас порядок в 4.40 вставать. Всегда вставай. Ложись, когда хочешь. Скотину не заводи. Тебе не до нее сейчас. Никакой. Даже курицы не заводи. Там можно купить. Все в деревне есть. Сливки. Все чистейшее. Экологически чистое. Ближайший завод на 150 километров находится. Так что ничего нету. Такого зловредного. Вода хорошая. И она покупает где-то. Это не надо. Она с солями как раз полезна. А у меня засаляется там где-то. Я там живую. Жил. Никто не засалялся, не знал. А вроде продают ему. Там он берет. А вот я вижу, один накупил. Показывает. Полную тачку везет. Все до одного химии заражены. И в бутылках, и напитке. Все до одного. Ни одной здоровой пищи. Это питья нет. А это из земли. Качает насос. У нас там живут и старые абрятцы. Можешь познакомиться. Да это все. Молитва. На молитве какой порядок? Знаешь ты был. Встает на правой стороне женщина, на левой. Ну, которая на клиросе, те и женщины на правой. Мужчин на левой не бывает. Ну, что тебе еще сказать? Быть с пожаром. Нигде ничего не зажигать. Это строжайше запрещено. Нынче дополнительно в устав принесли. Не разжигать. Было раньше это можно осенью, зимой отдельно окружить. Стоять рядом. Всех в деревне предупредить. Безветренную погоду. Сейчас никак. Потому что они смотрят, бросают и начался пожар. Нигде и никак. Из печки, когда будешь дома там отдельно, в отдельную яму, чтобы ничего горючего не было и ветер не раздул. Правила все хорошие. Но ты не шофер. Нигде горющее не разливать. Мазутное в воде продувание мыть и проще. Любишь рыбалку, удочку придется покупать. У нас бывает. Да. Еще остальное сказать. Дружба у нас хорошая, дружба уже настоящая. И поэтому тебе... Зачем бы ты у меня находился здесь? Ты расположен. К Володе претензий нету? Никаких? Ну нет. С Никитой поладишь. Еще там нет такого. Дружи с нами дальше. Мы рядом с тобой, где-то подсказать, где-то что-то, где-то помочь, где-то поднести. Ты разбираешься в холодильниках, наверное, Надежда Васильевна там хотела тебя... Да я в электрике немного разбираюсь. А холодильник, ну там надо, если заправлять фреон, то это не поменьше. Не знаю, у нас тут был, тут приезжал Пищиков Владимир, вот тут любую технику. Но на этой основе образовал там какое-то свое и холодильные установки устанавливать в машинах. Ну то есть высокого класса в этом. И сына на это наставил, он у нас в лагере был. Тут у нас есть специалисты, которые даже если не с нами живут, мед купить. Рядом приезжает Потеряевский. Банка тебе там, ну заплатил за нее, тысячи трехлитровая банка. Тебе ее хватит. А купил бы банок-то пять, помаленько утром и вечером. Береги свое здоровье. Зря раздевший нигде не выходи. Сейчас ты ребенок маленький. Никаких деревьев зря не пилить, без разрешения узнать где. В садах рядом, которые сухие, другие, клен. Это все твое. Сколько хочешь заготавливать. Ты можешь наготовить себе дров. И все. Нанять Володю, заплатишь за то, что колет он. И Володя наш будет с деньгами. У тебя дрова будут. Вот. Ну, какие вопросы ко мне? Пока мне все ясно. Может что-то сказать хочешь? Все ясно. Особо там, не знаю, по, как говорится. Володя, он виден у тебя? Да. По мере поступления? Ну, занятия идут. Не лезь на это. Не учительствуй. Про себя знай. Сначала приглядись как. У нас тут приезжал один, начал воевать. Надо, начал говорить. И такую понес ахинею. А дальше не знаешь, что говорить. Ну, ты видел, там приезжал один. Побыл и пришлось его выпроводить. Но отношения хорошие остались. Он говорит, для меня это лучшее время, чтобы был в Потеряевке. Разведенный. Ну, настоящий православный. Не настоящий православный. Настоящий православный, когда узнаешь, что это пьет, курит, матерится. Вот это вот выходит, которое на майке написано, что я такой-то. Это настоящий православный. Ну, я таким был. Но мы говорим «настоящий» в кавычках. Но такое принятое мнение. У нас же православный. У нас был человек один, его обозвали сектантом. А ему до того обидно стало. Он напьется и валяется перед сельсоветом. Тебе я всем доказал. Баптисты не пьют, а я валяюсь. Я настоящий православный. Настоящий. У меня тоже старобрядистом. То есть, некий православный. А то православный, который... То есть, если уже борода, то уже... Ни, 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 ничего у нас не подстригается. Ничего. Это выдумка, что я причащаюсь. Ну, тогда и губы отрежь свои. В рот-то берешь-то. Что ты... Ну, усы мешают ему причащаться. Да тебе что, по усам священник дает? Это я раскрою рот. Он ничего не задевает. Это выдумка. Оправдание. Лживые подпорки гнилые. Ну, если ничего нету, то еще дальше и говорить. Вот. Поедешь сейчас, чтобы тебя Бог... Заряди этот телефон, чтобы он у тебя был полностью... У меня в машине зарядка есть. Да, ну ладно. Я знаю, что телефон портится, если в момент, когда ты включаешь, ехать. В это время у нас полетел телефон. Там, видимо, повышенная дается энергия. В момент, когда едешь, можно заряжать. Но когда ты стоял и заряженный на зарядку-то... И он включает, и вот так время может там сильно попортиться. Видимо, все-таки... При запуске. Да, всплеск такой. Ко мне вопросы? Да, нет вопросов. Все понятно. Только Бог благословит тебя. Благословит тебя. За твоих морей будем молиться. Благодарю за молитвы. Хорошо доехал. Да. Чувствуется. Тебя мы все время в молитве поминали перед Богом. Думаю, конечно, долго ты задержался. Тогда батюшка, говорит, приехал по грязи едва-едва встречать. И сейчас, видишь, какие препятствия. Батюшка это все сравнивает, соединяет и говорит. Вот видишь как. Я говорю, и какая его вина, что непогода была. У меня даже искушение небольшое было. А? Даже небольшое искушение было. Я уже смотрю, затягивается там. Но я с Игорем-то поговорил, со старостой. Он говорит, у нас до конца ноября иногда дорога есть. Но иногда это нет защиты. Ну, то есть, ну, я думаю, это как год к году непогода. Ну, зря он эти слова вам сказал. Ну, ладно. Как сказать, заканчивается в сентябре. Вот сказал, он хорошо все сказал. Ну, я думаю, так, немножко расслабился. Но потом думаю, ну, что-то вроде жму, а не дожимаю. Не могу. Но как Господь сделал? Я-то должен был другой машиной к вам ехать. Да. А когда я проехал сейчас Урал, я понял, что я бы там ее на Урале оставил. Здесь у меня есть специальный горный тормоз. То есть, там такое устройство, которое помогает машине, чтобы колодки, тормоза не жгло. Вот в этой машине. А в той нет. Господь так сделал, что я ту продал, эту поменял на Мерседеса вот этого. Я же поменял, обмен сделал. И красиво доехали, благополучно. Вот поэтому... Он купил тебе эту машину, не ты платил, а он. Ты свою поменял вот на эту маленькую. Да там мы уже знакомы-то полтора года, но... Он на ней работал уже, он ее испытал. Когда который поехал? Ну, это... Нет, это у меня была. Она была в таком состоянии. А вот эту, грузовую, которая... А, грузовую. Я мне осталось только, я ее покрасил там, ну, поварил там, что-то сделал. А ты ее думаешь продавать? Конечно, она мне не нужна. Продавать. А взамен что-то хочешь купить? Пока нет, я думаю продавать там. Пока думаю дом строить. Да бог устроит. Мне машины пока не надо. Вот эту взял я. Вот эту надо, чтобы... Ну, стоящую грузовую машину брать, такая, чтобы она работала под зерно увозить. Ты вот что имею в виду. Самосвалом была. Самосвал обязательно только... Если покупать будешь, только самосвал. И только, чтобы все плотно было. К Игорю осенью ты будешь на заработки. Я так и думал, к Игорю прилепиться и все, и помогать. Чего мне что-то свое начинать? Посоветуйся с Игорем, какую машину купить, чтобы она могла работать в уборочную. Вот это, смотри. Даже коснется вывозить когда-то навоз или что-то. Ликос свалил и все, помыл машину опять. Он в Италии, там, говорит, везут цемент. И так вычистят, говорит, после этого муку везут. А у нас, если провезли стекло или муку, там или цемент, уже все. На всю жизнь цементный зал будет вагон. Так, Володя, у тебя вопросов нет к Роману? Нет. Ну все тогда, да? Давай. Вот сейчас я буду терять морковку. Морковку обязательно, как мы делаем, вот. Каждое утро. Я натирал, да. Да. На самой мелкой. Не на, когда солят, там она всеми идет, ленточками. Нет, именно мелкая. Это каротин для глаз, когда много работаешь. Ну, я не говорю, наши ресурсы ты знаешь. Все на этом. По славу Божию. Слава Иисусу Христу.